мой опыт иллюстрации ваших слов на этом видео а видео аллергия суть аллергии в 90-е годы о мае у моей мамы вдруг началась ужасно аллергия на запахи я сразу же иначе буду комментировать аллергия на запахи это говорит о том что вместе с воздухом попадает вот эти вот ну как бы сказать вот эта пыльца которая выдает вот эти разные запахи потому что запахи это частицы разного рода попадая в организм они уже если плохо работает печень им не может их обработать они через нос у нас попадает в круг и сразу пошли пошли там по организму естественно это они чужеродные только пройдя через печень как положено печень их обезвреживает они становятся но будем говорить инактивированными или как бы сказать нашими а тут получается если печень плохо работает они никак не и не инактивируется не перерабатывается не видоизменяется и получается что это чужеродные вещества чужеродные вещества да причем такие чужеродные вещества которые не могут толком выводиться вот когда печень наша не может их выводить толком через допустим желудочно-кишечный тракт в первую очередь сбрасывается через почки это все сбрасывается там через легкие сбрасывается то включается кожа кожа как на эти такой запасной орган очищения ужасная аллергия на запахи значит вот почувствовали запах выхлопных газов бензинский пидар сигаретный дым и так далее я тоже это очень хорошо стал чувствовать и так найти она как-то резко неприятно становится и у нее отекали полностью глаза и зудели а тут что еще глаза почему глаза отекают и зудят не столько естественно глаза текают как вот эти вот слизистые оболочки потому что через слизистые оболочки вот это вот вся ерунда еще попадает здесь говорит о том что и плохо работает защита слизистых оболочек а самые открытые слизистые оболочки это у нас глаза не даром здесь у нас слезы то есть жидкость насыщенная солями что надо же так мы чувствуем соленая которая нас защищает поэтому чаще вообще моргайте для того чтобы ваши глазки были защищены так и зудели так врачи в больнице ничего не понимали он ничего не понимать но как вот тут ничего не понимать вот я не хочу сказать что этот супер дупер эксперт в медицине но для себя я кое-что осознал наиболее очевидные вещи устройство организма что чего там чем занимается и если грубо говоря у нас вот не работает ключевое звено это печенка в которой совершается масса различных обменов веществ кровообращение на этот самый гормональные обмены и и огромное количество там всяких других том числе и пищеварение что это все связано то естественно нас при неработающей ключевой так сказать органе печени у нас масса начинается проблем масса это значит самые такие вот простенькие так сказать звоночки а потом более серьезно начинают вещи так ничего не понимали ну как не знаю я написал книги вот как раз по моему не умывакин там сказал что эти книги можно использовать как учебники для медицинских вузов причем они написаны простым языком и понятно всем всем желающим это понять и плюс я еще прочитал их то есть на канале вы все это можете увидеть услышать а особенно на спонсорской подписке так так и оказывается что если случай непонятный нужно колоть преднизолом вот это самое плохо вместо того чтобы разобраться в причинно-следственной связи как правило на все эти вещи есть свои причины где у нас имеется сбой в чем заключается я бы так даже громко сказал уникальная из моих книг она заключается в том что я просто используя разум просто используя вот будем говорить как бы сказать очевидно показал чего все как бы начинается и чем это все может закончиться и как это можно привести в порядок без медикаментозных средств важно понимать что мы свою болячку наживаем образом жизни наживаем и для того чтобы и устранить не надо лекарство вот как преднизолом и что-то там подавим и все а потом опять надо этот преднизолом потому что причина то остается и следствие дальше гонит и может теперь совсем другом направлении нагнать что будет еще хуже организм уже найти не дурак он сначала идет по пути наименьшего сопротивления и по пути наименьшего причинения самому себе вреда он вот так вот а если мы это допустим там преднизолом или еще каким-то лекарством грубо говоря этот выход который он сбрасывает закупорим он начинает искать другие вещи другие выходы и они могут быть намного более болезненные нежели то что он вот в начале просто-напросто сбрасывал в виде отеков что такое отек отек как можно больше жидкости для того чтобы здесь все разбавилось для того чтобы здесь подошли лимфоциты обезвредилась в виде гноя там отошло и так далее и все это такое а может быть совсем по-другому если мы тут перекроем это также важно понимать так колоть преднизолон вот колотим все и что тогда вот покололи преднизолон причина осталась ага я не возражаю она может исчезнуть просто и грубо говоря подавили далее все это действует и вот эти вот остатки преднизолона их надо также выводить и все пошло поехало еще хуже чем чем до лечения так сказать в кавычках то есть полный бред дома уже ей соседка принесла вашу книгу мама стала чистить печень то есть я как раз показал последовательность какая должна быть последовательность это последовательность давным давно была известна я просто-напросто и по ней еще разок прошелся и как бы сказать с научной точки зрения обосновал что надо чистить толстый кишечник откуда идут все эти наши шлаки особенно если там запор или он плохо работает далее по ходу крови от кишечника куда кровь идет она в печень значит все остальные шлаки у нас в печени а тут как раз совершаются все эти виды обмена и так далее так далее ну короче книга получилась вообще-то уникальная найти не читал вот этим всем учебником которые там написаны а главное рабочий вариант печеночку печеночку а потом потом когда мы с вами очистим кишечник и печень нам очень важно чтобы мы с вами дальше не загрязняли ни лимфу не круг а с помощью питания все это закрепили ну ладно так я по ходу действий объясняю так и мама стала чистить печень то есть вот она ключевая процедура потому что как правило вот эти все эти аллергические реакции они связаны с тем что печень не может выполнить в силу каких-то причин свою работу и как правило из-за того что она не справляется как фильтр как чистящий крови из-за того что она вот уже наполнен вот как фильтр вы уже наполнен он уже пылью забиты он уже не может фильтровать а когда вы только раз очистили дунули плюнули прочистили он опять на работу стал очистить печень у нее всю жизнь были проблемы с кишечником запоры после ужасного питания в юности вот ну я не буду тут говорить юность конечно особенно всяко всяко может быть и как питаться нас никто не учил кстати а я же я же я же тоже прошел эту науку для себя как надо правильно питаться с учетом физиологии питания с учетом особенности пищеварения а не просто знаете я не ем из-за того что я боюсь там кого-то убить или еще там что-нибудь таком все грамотно разложено так что читайте мои книги вот ну ну что поделаешь ну не знала ладно запоры вот когда у человека запоры знаете он он грамотный неграмотный и так далее он должен уже обратить внимание на то что у него какой-то непорядок как правило в юности они связаны не только с питанием но и с эмоциональными переживания на том что если у вас запоры это ненормальность и уже надо если вы не хотите перечеркнуть здоровье на всю оставшуюся жизнь вы должны разобраться и устранить запоры ну раз не было сделано значит смотрите запоры а если у человека имеются запоры то все вот это всасывается вот смотрите я в который раз вам просто и ясно объясняю если у человека имеется запоры то вот он съел там за день за два за три а у него нету стула значит вот это все что переварилась в тонком кишечнике значит спустилась в толстый кишечник и грубо говоря по каким-то причинам не выводится это не значит что она там натрамбовывается и так далее это означает то что она в тонком кишечнике в толстом кишечнике значит начинает всасываться в кровь в толстом кишечнике и циркулирует по крови и выделяется уже эти вещества частично через легкие через кожу через почки то есть идет самоотравление и в первую очередь это все идет через печень наша печень пытается это все на эти вот нормализовать очистить но кто ее слушает кто ее слушает эту печень естественно страдает больше всего быстрее все и от этого пошло поехало и вот это так сказать это еще хорошо что вот этим вот отделались да так запоры после ужасного питания в юности печень была забита так она насобирала спустя многие чистки полутора литровую банку камней ну там очень много вообще-то бывает и самое важно понять что печень выбрасывает выбрасывает вот эти все закапсулированы в ней шлаки закапсулированы вот эти вот камушки холестериновые билирубиновые они и в желчном пузыре и в желчных протоках печени и так далее так далее и даже в каждой там печеночной клетки имеется все это дело выбрасывает так аллергия навсегда исчезла как только у нас очищается печень она нормально начинает работать и плюс мы не делаем запором как в юности у нас были у нас все нормализуется легко и просто глаза не опускают кожа чистенькая появляются силы все никакой аллергии нету аллергические реакции вот я не буду говорить что в сто процентов а в девяносто пяти процентах случаев это следствие загрязненной печени а если еще там скрытый запор и так далее это сто процентов уже вот исчезла и она поняла то что вы говорите аллергия то выброс токсинов кровь так как печень забита так она всегда посылала вам благословение и продвигала ваши книжки спасибо она родилась ростовской области благодаря вам она прожила лет на пятнадцать дольше отодумала конец вот так